И всем привет ребята, это Flame Gaming TV, меня зовут Ваня и сегодня я вам расскажу, что вышло у нас на Корее, какие новости нас ждут и вообще вас ждет немножко годного контента по Dragon Nest. Поехали! Итак, обновление, которое у нас выйдет завтра на Корее, принесет нам некоторые интересные игровые фишки и наконец-то новое логово, которое не является ребутом, ребута, 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 ребута. В общем, вы поняли мой сарказм и его уровень, потому что уже немножко подзаколупала подобная политика разработчиков, когда они позволяют себе время от времени выпускать, хотя кого я обманываю, постоянно выпускать логово, которое является ребутом предыдущих ранее введенных логов и выдавать их за новые, рассказывать, а ребята, хавайте, это же классно, это же мы и Identity Game и мы сделаем ваш ДН интереснее. Так вот, у нас новое логово, которое называется Forest Dragon Nest. И, к сожалению, по неопределенным причинам на момент записи видео клиент мой корейский не запускается. Какая-то фигня, но я очень хотел записать это видео, поэтому я вам покажу несколько интересных изображений, вы сможете их увидеть. И дальше я вам все более детально расскажу по поводу самого дракона, что нас ждет и так дальше. В общем, немножко это будет такой полуподкаст, скажем так, по поводу обновления. Больше нужно будет слушать, чем смотреть. Так вот, Forest Dragon Nest у нас будет находиться в Меркопорте. Это самое такое интересное мое замечание по этому поводу. И в Меркопорт, ну как заверяют разработчики, сделают какой-то отдельный портал, отдельный вход. Я не совсем понимаю, что это значит. И они, я так понимаю, хотят сделать из Меркопорта не просто инстанс, а город. Ну, чтобы там люди могли стоять. И нужно на это будет посмотреть, если у нас помимо Небесной Гавани появится хоть что-то еще нормальное, адекватное, можно будет стоять не только в Небесной Гавани. Уже на протяжении последних пяти лет ничего не меняется. Топовым городом он как был, так и остается. Хотя, если открыть карту в игре Dragon Nest, мировую, и посмотреть, насколько она большая и сколько там всего должно быть, то вызывает некоторые вопросы к разработчикам. И хочется спросить, твою мать, где карта, где новые города? Где новые поселения какие-то? Почему? Почему ничего не движется, не расширяется? Неужели это так сложно сделать? Нет, не сложно. Как я понял, сам дракон принесет нам небольшие новые механики. С ядовитыми цветами, с постоянным очищением в воде. Вам нужно будет постоянно очищаться, потому что на вас будет постоянно накидываться яд. И это довольно интересно. И хотелось бы это все увидеть, попробовать, как это будет реализовано. Потому что механики всех драконов до этого сводились к одному. Не попадай под массовые атаки, не стой на земле, когда идет стомп. И выполняй механику, где нужно бегать по кругу, по часовой стрелке, забирать свой час. Стоять всем в одном месте, уворачиваться от мощных атак. В общем, вы все знаете, все видели. Начиная, наверное, с пустынного дракона, ничего по сути-то не меняется. Часы. Вот это вот все. Вот на картинках можно увидеть несколько боссов, которые будут у нас представлены. Одним из боссов будет Росянка. Как неожиданно. Опять же, боссы не представляют из себя ничего нового. Но хотя бы логово новое. И оно не слеплено из каких-то старых. Вот эти локации будут очень приятно смотреться. Потому что они не заезжены. Они не приелись у каждого из нас. И вот так будет выглядеть сам дракон. Да, прикольный, симпатичный. В общем, он должен проходиться очень сложно. Вот он должен быть еще сложнее, чем ГДН. Ну, зеленый вот этот тайм-атак. Потому что с него будут выпадать ресурсы, которые будут давать возможность скрафтить нам новый грейд шмота. Ребята, в игру вводят новый грейд шмота. И этот грейд будет называться Ансиэнд. Он будет иметь вместо красной рамки вокруг картинки вот этого шмота. Синенькую, голубенькую. Ну, короче, вот какого-то такого цвета. Бирюзовый, может, ближе. И, внимание, нужно будет 350, мать его, этих самых ресурсов для того, чтобы скрафтить пухи. У этого дракона будут только пухи. Для него нужно покупать проходку. Проходка выбивается с лабиринта. О лабиринте я рассказывал. Кто не смотрел, вот здесь можно будет посмотреть. И нужно будет сначала эту проходку собрать. Там тикеты на нее. Потом за 1000 голды и 50 этих тикетов обменять. И после этого можно будет идти уже непосредственно в логово самого дракона. Собирать пати. И интересная вещь такая, как Forest Dragon Buff. После его убийства на целый день повесится баф на 15% атаки. И это капец как круто. Реально интересно. Меркопорт. Небольшие изменения. Вот здесь об этом рассказано. Ну вот самое важное. Это были мелочи. Dragonfly Weapon. Это оружие нашего... Все его хочу назвать зеленым драконом. Ну не зеленый, лесной дракон. Так вот. У него будет только оружие. Шмота не будет. И он будет приравнен к Калипсо Тир 4. А вы мне сейчас скажете, что? Что ты несешь? Какой Калипсо Тир 4? У нас только есть Тир Дра. А где есть Тир 3? Так вот. На Корее вводят одновременно Тир 3 и Тир 4. И мы можем увидеть его статы уже в ближайшее время. Как только я смогу посмотреть в клиенте. Как только он запустится. Я выпущу маленькое видео по этому поводу. И как вот вы можете увидеть. Ну вот это. Наверное ближе к Бирюзовому. Вот 350 этих нужных ресурсов. Для того, чтобы скрафтить это самое мать его оружие. И вы можете посмотреть какие здесь статы. 278 тысяч. Атаки. О майн гад. О майн гад. 4 тысячи всех статов. 1000 ФД я так понимаю. 13 тысяч. А нет. ФД наверное 646. Это 1000 Виталити. И 13 тысяч critical damage. Ну это я так. Я конечно корейский плохо понимаю. Но иногда могу. У меня есть дар маленький. И у него есть свое улучшение. До 10 левела. Оно не улучшается выше. И в общем. Давайте пока об этом не будем. Давайте более детально поговорим о Тир 3 и Тир 4. Так вот. Тир 3 точится в принципе неплохо. И вводят такую новую штуку. С плюс 10 на плюс 11. Нужен специальный материал. Который можно получить только с зеленого дракона тайм атак. И он точит обязательно на 100%. С 10 до 11. Вот как можете посмотреть вот здесь. Сейчас можете поставить на паузу. И посмотреть. Как будет точиться. Какой шанс заточки. У Тира 3. Не понимаю конечно зачем нужно было разбивать на каждую шмотку. Ну как бы. Ну и так понятно. Просто наверное голда отличается. Да. У каждой вещи отличается. Количество голды. Которую тратить. Ну как видите. На плюс 20 точить Тир 3. Стоит 1000 голды. И вот перчатки ботинки. Не так уж и дорого. На самом то деле. А вот Тир 4. Это какая то херобора. Потому что нам нужны будут только Rebellion Point. А Rebellion Point у нас падают с лабиринта. И шанс заточки просто печальный. Пиздец. Пиздец. Какой печальный. Простите за мой французский. Не нужны ни защитки. Ни голда. Ничего. Нужны только эти Rebellion Point. И вот собственно говоря шанс заточки. Но вы можете поебать себе мозги очень долго. Пока вы заточите хотя бы на плюс 10. Ну с процентом 5. Я вообще не знаю зачем это сделано. Но у разработчиков есть такая пометочка. Что мы увеличим шанс заточки позже. Но и потребление ресурсов значительно тоже увеличим. Но я не знаю зачем изначально делать 1%. 1%. Вообще понимаешь что такое 1%. Это вообще невероятные какие-то вещи разработчики делают. Теперь тир первой Калипса можно купить за Rebellion Point. Вот цены. Пожалуйста. Вот можно будет купить. Да. На всех твинов абсолютно. И ну да нормально. Люди собирали себе. Делали Нерис. Делали Мидею. Делали потом Калипсу. А тут можно будет просто за Rebellion Point. И походить по первым 10 этажам. Которые легче чем Феникс Нормал. Ну походить можно в Нерисе. Походил походил. Калипса купил. Все нормально. Можно точиться дальше. Поехали. Разработчики красавцы просто. Много слухов ходило по поводу коробки с легендарным наемником. Так вот. Есть очень маленький шанс. Что вы увидите у себя в заданиях вот такие 2 коробки. Красные. Добавили нового наемника. Которого в принципе получить нигде нельзя. И он как бы имеет Great Unique. Но за 15 тысяч голды его можно туда отправить. И отправляя его и еще 2 фиолетовых наемников. Вы получаете шанс выполнения 96%. И вот то что вы можете оттуда получить. Там есть 2 разные коробки. И в них находится Legendary Game Box. Или же Crystal Point в разном количестве. Или же Quality Epic Rest Punch. Так вот. С Legendary Game Box. С Legendary Game Punch. Вы можете получить. Внимание. L Jade. То есть Legendary красный артефактный Jade. Который на сегодняшний момент по экономике евросервера. Стоит 600-650 тысяч голды. Оп да норм. Прикольно. А с Legendary вот этого. Quality Epic Crest Punch. Вы можете получить. Любой керб. С доп статом 566 фд. Это по нынешним ценам 300-350 тысяч голды. Просто вы получите обязательно фд. Но там будет рандомный стат. Ну вы сможете с кем-то поменяться. Оставить его себе. Ну соответственно цена я думаю немножечко упадет. Да и к тому времени вообще цены на это все то что я говорю сейчас. Оно немножко упадет. Но я говорю по меркам нынешней экономики. И заплатить 15 тысяч за вот это вот задание. Оно будет обидно если вам выпадет 10 тысяч кристалл поинтов. Но это рандом. У нас так в игре мало рандома. Нам нужно больше рандома. Вы не знали. Так. И большой балансинг классов PvP. Ну не по такой большой как был в прошлом месяце. Но в общем опять у нас трогают варьеров. Апнули у нас эвенджера. Ну дарк эвенджера. В общем я оставлю ссылочку в описании. Единственное что хочу сказать. Что моего любимейшего раймеханика. Это коснется и очень-очень неприятно и очень сильно. Потому что понерфит где-то на 1 треть по дэмэджу. Ну ничего особо менять не будут. Но только скилл дэмэдж понерфят. Но до этого еще где-то месяца 4-5. Поэтому я особо не расстраиваюсь. Я еще успею на него насмотреться. И за него наиграться таким какой он есть. До какого уровня я его сейчас развил. И в целом то что я хотел вам рассказать. Я рассказал. Это довольно таки интересная информация. Потому что новое наконец-то логово. Очень жду. Очень хочу посмотреть. Вообще хочу увидеть первое видео прохождение. Первые попытки какие-то. И буду держать вас в курсе. Как только где-то увижу в группе вконтакте опубликую. И будем все это вместе смотреть. Ну а это был Флингиминг ТВ. Подпишитесь если вы еще не подписаны. Поддержите это видео лайком. И если вы ищете годный контент по Драгон Несс. То он находится именно на канале Флингиминг ТВ. Вам желаю хорошего дня и настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok